МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему развивается сахарный диабет? Как избежать коварной болезни? И как научиться правильно жить с диабетом? Модернизация сельского здравоохранения. Что сделано и что предстоит? Чем полезна вишня и кому не стоит ею злоупотреблять? Здравствуйте! В эфире программа «Будем здоровы!» Я Ирина Вобещевич. И речь мы будем сегодня вести о том, как сохранить и приумножить самое ценное, что у нас есть – здоровье. Считается, что сахарный диабет развивается у тех, кто употребляет много сладкого. На самом деле это гораздо более сложная патология, которая лишь отчасти зависит от питания. И может развиваться у любого человека. Сахарный диабет – это группа заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Люди с диабетом не могут как следует усваивать углеводы. В результате у них значительно повышается концентрация глюкозы. Ее избыток обладает токсичным действием и разрушает стенки кровеносных сосудов, нервные волокна и внутренние органы. Более подробно о сахарном диабете расскажет Назым Бекулиева, семейная медсестра. Сахарный диабет – это заболевание, которое относится к эндокринным заболеваниям, которое развивается в связи с нарушением усвоения глюкозы в организме. Имеет хронический характер. По оценке Всемирной организации здравоохранения, около полумиллиона людей болеют этим недугом. Правильное во время начатое лечение сахарного диабета очень важно, так как для больных оно не приводит к улучшению полного выздоровления. Оно позволяет избежать тяжелых осложнений и облегчить симптомы пациента. Сахарный диабет развивается по разным причинам. Некоторые типы болезни имеют генетическое происхождение, другие связаны с образом жизни или факторами среды. Название заболевания удали древние греки. В переводе с греческого диабет – это «проходить насквозь», что отсылает к основному симптому сахарного диабета – полиурии или учащенному мочеиспусканию. Из-за этого человек непрерывно теряет жидкость и стремится восполнить ее, выпивая как можно больше воды. Однако так бывает не всегда. Некоторые формы сахарного диабета могут длительно развиваться бессимптомно или проявляться настолько слабо, что человек даже не заметит, что что-то пошло не так. Перманентная жажда, жажда повышения аппетита, изменение веса, снижение остроты зрения, онемения рук, стопы, а также кожаный зуд и тяжелое заживание ссадин и ран на коже. Методы диагностики сахарного диабета – самый достоверный способ – это анализ крови, лабораторный. Это сдача крови натощак. При нормальном уровне сахар не должен превышать 6 мм в крови. Заболевание наносит организму существенный урон. Без лечения избыта глюкозы может привести к ухудшению функций почек, сердца, нервных клеток. Но такие осложнения можно предотвратить. У современных врачей достаточно эффективных препаратов и методик для лечения диабета. Причиной возникновения поджелудочная железа синтезирует инсулин, который поддерживает уровень сахара в крови на определенном уровне. Когда же этот обмен нарушается, сахар в крови не доходит до клеток, а собирается в крови и в моче. Лечение сахарного диабета, так как такового лечения сахарного диабета, в мире не существует, не найдено. Лечение нацелено на стабилизацию состояния больного, снятие симптомов и допущение осложнений у пациента. С лечения пациент как такового к своей прикрепленной поликлинике встает на диспансерный учет, ежегодно встает анализы, а также получает бесплатные лекарственные препараты по сахарному диабету. Это медикаментозные, сахароснижающие препараты. Распространенные причины сахарного диабета – сбой в работе иммуносистемы, генетические нарушения, вирусные инфекции, эндокринные заболевания, лекарственные препараты, особенности питания. Избыток жиров и простых углеводов в рационе может привести к ожирению и снижению чувствительности клеток к инсулину. Профилактика патологии сахарного диабета – это общее поддержание здоровья, это вести активный образ жизни, контролировать свой вес, правильно питаться, снизить потребление быстрых углеводов, это сладости, выпечка, отказ от вредных прибычек, регулярное занятие спортом, избегать лишних стрессов, после 40 лет ежегодно проверять сахар в крови. Еще в трех районах появятся новые медицинские объекты. В Карагандинской области по национальному проекту модернизация сельского здравоохранения запланировано 92 объекта, из них 14 ввели в прошлом году. В этом начали строительство еще 27 в Каркаролинском, Шетском и Бухаржираусском районах. Проект модернизации сельского здравоохранения ставит несколько задач. Первое обеспечение сельских населенных пунктов организациями первичной медико-санитарной помощи в соответствии с нормативами. В Карагандинской области будет построено 92 объекта ПМСБ, это 47 медицинских пунктов, 34 фельдшерско-какушерских пунктов и 11 врачебных амбулаторий. В прошлом году было построено 14 объектов, в этом году должны построить 78. Вторая задача проекта модернизации сельского здравоохранения – повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению. Для этого в Тимиртау и Балхаше откроют межрайонные больницы со специализированными центрами. В Тимиртау реализовать проект должны в этом году. Сейчас там возводят пристройку для ангиографа. В Балхаше завершение модернизации запланировано на следующий год. Третья задача – это обеспечение объектов сельского здравоохранения медицинскими кадрами. В этом году должны построить 78 объектов и из 78 объектов начато строительство 27 объектов. На оставшиеся объекты сейчас объявлены конкурсные процедуры. Данный вопрос находится на контроле. Составлена рабочая группа, которая постоянно мониторирует и выезжает на места. Для привлечения медицинских специалистов в сельскую местность в Карагандинской области увеличили подъемные. Также выделяют служебное жилье. По словам Бибегульту Легеновой, в Тимиртау для врачей по остро-дефицитным специальностям будут предоставлять 35 квартир. В Балхаше производят реконструкцию здания под дом медиков. Аким области Ермаганбет Буликпаев дал поручение по своевременной реализации нацпроекта, так как на некоторых объектах наблюдается отставание. Сельские акимы должны лично контролировать качество строящихся объектов на их территории, подчеркнул глава региона. В разгаре лета, а значит, сезон вкусных, сочных ягод и благоприятная пора запасаться витаминами. Яркая ягодная представительница сочетания вкуса и пользы – это вишня. А вы знали, что эта ягода – родственник абрикоса, персика, сливы и миндаля и имеет длинную родословную, которая, вероятно, началась в Западной Азии. Вишня славится тем, что в ней представлен широкий список витаминов и минералов. Особенно много в этих ягодах витамина А и С. Большое количество флавоноидов обеспечивает лучшую усвояемость витамина С, а значит, и пользу для нашего иммунитета, кожи, волос и суставов. Кислый вкус ягод придают разнообразные органические кислоты. Триптофат, фулевая, яблочная, силициловая, янтарная, лимонная и другие кислоты стимулируют пищеварение, выработку желудочного сока. Они подавляют рост вредных бактерий. Пектины в составе вишни обволакивают кишечник и ускоряют перистальтику. Красную окраску вишни придают антоцианы, которые являются антиоксидантами. Они оказывают защитный эффект, помогая клеткам пережить стресс из-за окислительных процессов. Ряд исследований подтверждает пользу вишни для спортсменов за счет высокой концентрации антоцианов, обладающих в том числе противовоспалительным эффектом. Известно влияние вишни и вишневого сока на сердце и сосуды. Витамин ПП вместе с аскорбиновой кислотой положительно влияет на сосуды, увеличивая их проницаемость. А куркумины в составе ягоды участвуют в регулировании процесса свертывания, предупреждения образования тромбов и разжижает кровь. Вишня может быть полезна для улучшения качества сна и восстановления организма после нагрузок. Исследования показали, что вишня способствует секреции мелатонина, гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Употребление вишни или ее сока перед сном может помочь снизить время засыпания и улучшить качество сна. Обилие минералов, входящих в состав вишни, оказывает положительное воздействие на состояние предстательной железы, от нормального функционирования которой зависит мужское здоровье. Важно отметить уровень содержания цинка в данной ягоде. Именно этот микроэлемент стимулирует синтез мужских гормонов. Вишня может быть полезна и в период беременности, благодаря обилию фолиевой кислоты, необходимой для здорового формирования и развития плода. Помимо прочего, вишня богата железом, дефицит которого в организме грозит развитием анемии. Стоит отметить, что благодаря обилию магния и пищевых волокон вишня снижает вероятность развития запоров, устраняет чувство дискомфорта в кишечнике, а благодаря магнию снижает вероятность развития депрессии, улучшает общее настроение. Из-за обилия кислот в своем составе вишня раздражает слизистую желудка и может вызвать изжогу, поэтому не рекомендуется есть ее на голодный желудок. По этой же причине вишня может навредить людям с повышенной кислотностью желудка, обострением язвенной болезни и гастрита. Наша программа подошла к концу. Берегите себя и своих близких и будем здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok